Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы? Вчера вы меня спасли, а сегодня похитили? Так. Да? Леш, привет. У меня уже почти все готово. Ты когда будешь? Я еще пока в офисе, но я скоро буду. Поторопись, пожалуйста. У меня для тебя сюрприз. У меня тоже для тебя сюрприз. Да? Сюрприз? Да. И он тебе очень понравится. Ваше слово. Ладно. У меня вторая линия. Я скоро буду. Пока. Однажды ты выиграешь Оскар за роль заботливого мужа. Не отвлекай. Сегодня мне обязательно повезет. All in. Ва-банк. Дружище, ты серьезно? Тсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Прости, родная. Я задержался. Леш, ты же сказал, что скоро будешь. Да, но много работы, я не мог вырваться. Давай я тебя отнесу в спальню. Я приготовила тебе сюрприз. Я видел. Ужин. Очень красиво, я уверен, очень вкусно. Я завтра разогрею, хорошо? Да, ладно. Не сердись. Я люблю тебя. И я тебя тоже. Отдыхай. И все-таки, зачем я тебе в офисе? Я же тебе говорил, что у меня тоже есть сюрприз. И он покруче ужина. Никаких мыслей на этот счет нет? Твой изумительный муж договорился об инвестициях с Боголеповым. Ты все-таки его дожал. Дожал? Он заработает миллионы на твоем антибиотике. Слушай, может быть, надо было купить в офисе шампанское? Ну, как-то отпраздновать. Свет, вот подпишемся и будем праздновать. А пока рано. Видишь, твой муж тоже умеет управлять компанией, пока кто-то решил поиграть в домохозяйку. Леш. Давай не будем. Ты знаешь, почему я сделала такой выбор. Прости. Знаю. Знаешь, я хотела сказать по поводу нашей семьи. Ты меня слушаешь? Подожди, подожди. Ты с ума сошел? Ты нас убить хочешь? Прости, прости. Тут порядки? Нет. Я испугалась. И не за себя. Зайца, мне не надо переживать. Ты же знаешь, я больше десяти лет за рулем. Пойдем? Все будут рады тебя видеть. Особенно Илья. Перестань. Как вы видите на этом нудном графике, спасибо, Илья Борисович, продажи нашего продукта только растут. Растут непредсказуемо. Даже не в сезон ОРВИ. Это заслуга Светланы Викторовны, которая создала чудо-антибиотик. Он теперь кормит семьи всех присутствующих здесь. Леш, перестань. Это общая победа. Светлана Викторовна, ваша скромность делает вам честь. Но мы с вами собрались не по этому поводу. Компания Universal Farm выделяет нам 5 миллионов евро. Эти деньги пойдут на доработку продукта и выведение его на международные рынки. Договор подписываем на этой неделе. Я поздравляю всех нас. Вы же сделали просто невозможное. У меня к вам пару вопросов. Свет, поздравляю. Это твоя победа. Так ты теперь вернешься на работу? Нет, пока нет. Ладно. Ты все равно когда-нибудь вернешься. Вряд ли ты сможешь разлюбить науку. Я хочу любить не только науку. Все считали, что тебя ждет Нобелевка по химии. А я, кстати, до сих пор так считаю. А ты в универе рассказывала, что хочешь троих детей. Все еще так смеялись. Кстати, я забыла рассказать. Я увидела... Илья Борисович до сих пор по ней сохнет. Они знакомы давно. Учились вместе. Кто знает, что между ними было. Кто знает, что между ними сейчас. Наташ, привет. Здравствуйте. Ну, прекрасно выглядишь. Прямо светишься. Спасибо, Светлана Викторовна. Хорошо, что вы в офисе, Светлана Викторовна. Мне как раз нужно декретный подписать. Ну, да-да. Уже пора. Какой месяц? Шестой, седьмой? Седьмой. Но вы уже готовы? Все купили? Имя выбрали? А почему на «вы»? А, нет, в смысле, вы мама и папа. Но я же не знаю, кто у нас счастливый папа. Ты же о нем ничего не рассказываешь? Наташа, Илья, извините, я украду жену на минутку. Простите. Свет, пока. Пока. Пойдем. Оказывается, я скучала по офису. Настоятельно рекомендую сохранить тебе твое праздничное настроение для вечера. А что ты уже задумал? Моя королева, я приглашаю вас на бал. Леш, бал, маскарад? Да, такие задевают обычно в пафосных кругах. Знаешь, там венский бал, изысканная одежда и нужные люди. Самое главное, там будет Боголепов с женой. Ой, ты думаешь, когда он увидит тебя во фраке, он прям там подпишет договор? Я думаю, что ты должна выбрать себе шикарное платье и затмить всех. На самом деле, я хотела с тобой вечером поужинать дома и поговорить. Свет, ты меня не слышишь? Там будет неформальная обстановка, и Боголепов давно хотел познакомиться с тобой лично. Ну, хорошо. Хорошо, если это так важно для тебя, то... Это важно для нас. О, Наташ, ты, наверное, документы подписать на декрет? Да, можно. Да, давай. Алексей Александрович, я уточнила, маркетологи закончили отчет по прошлому месяцу. Я скоро распечатаю и принесу. Да, без проблем. Это может подождать и до завтра. И поздравляю вас. Этот договор, это очень круто. Вы молодец. Спасибо, но... Не забудьте поздравить Светлану Викторовну, все-таки это ее заслуга. Наташ, не слушай его. Он этой сделки хотел больше всех. Ну, вот. Желаю счастливого декрета. Пусть роды пройдут гладко, и малыш всегда радует своих родителей. Спасибо. Я, наверное, зря про родителей. Ты не знаешь, она одна рожает, или у ребенка есть отец? Свет, я стараюсь не лезть в личную жизнь других людей. Пусть сама разбирается, пусть что хочет, то делает. Ты лучше думай про платье. Надо самое красивое. Хорошо, найду. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Добрый. Мне нужно выбрать платье. У вас же можно взять на прокат? Конечно, любой наряд. А какой повод? Баловый маскарад. Это тот, что сегодня вечером? Да. Ох уж эти мне балы. Это что-то невероятное. Прошу вас. Интересно, что они придумали на этот раз. В прошлом году, кстати, был очень приличный денежный приз за лучший костюм. Примерьте. Вам будет к лицу. Ой. Пожалуйста. Ну, на самом деле, я не бываю на таких мероприятиях. Это первый раз. И то по просьбе мужа. А мы сейчас изменим ваши отношения. Посмотрите. В правильном платье вы сами захотите поехать на бал. Уж вы мне поверьте. Так. Так. Здесь у нас новая коллекция молодого дизайнера. Вот, например. Посмотрите. Посмотрите, какая прелесть. Как романтично. Просто из другой эпохи. Платье для современной Золушки. Ой, спасибо. Это очень красиво. Но... Но я, конечно, не Золушка. Вы примерьте. А платье все сделает за вас. Так. Пожалуйста. Пожалуйста. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ну что, вы готовы стать сказочным персонажем? Пожалуй, да. Сегодня я буду принцессой. Спасибо большое. Счастливо. До свидания. Снег?' Ага. Ага. Настоящая принцесса. Как тебе я? Джокер. Неожиданный выбор. Только, пожалуйста, не смейся, как он. Договорились. Прошу. Благодарю. Благодарю. Да уж, я не знала, что люди так серьезно относятся к маскараду. Эти дурацкие маски. Вот как мне теперь понять, где Боголепов и его жена? Вот они. Пойдем. Аркадий Степанович, это вы? Не ожидал вас здесь увидеть. Светлана Викторовна, очень рад встрече. Здравствуйте. Как вы, наверное, догадываетесь, я наводил справки. И мне вас рекомендовали как очень талантливого химика-фармацевта. Но забыли добавить, что вы очень красивая женщина. Благодарю. Дорогой, мне уже нужно ревновать. Извините, Софья Анатольевна, моя лучшая во всех отношениях половина. Это Алексей и Светлана Аверины. Я собираюсь инвестировать в их фармакомпанию. А, я поняла, кто вы. Аркадий очень серьезный инвестор, который не делится своими источниками информации, но хочу сказать, что первый о вашем препарате ему рассказала я. Лечила ангину у детей. Надеюсь, теперь они здоровы? Вполне. За три дня вылечились. Удивительно, что отечественный препарат на такое способен. Это он пока отечественный. Вскоре мы завоюем новые рынки. Благодаря вашим инвестициям и нашим способностям. Мир, держись! Давайте о завоевании мира поговорим в рабочее время. А теперь мы просто отдыхаем. Понял? О работе больше ни слова. Да. Аркаша, а что-то я детей не вижу. Сейчас найду. Свет, я отойду ненадолго. Леш, ты сам уговорил меня прийти, а сейчас уходишь? Да, ухожу. Ты поговори пока с женой Боголепова. Давай. Леш! Вы очень красивая пара. Спасибо. Простите за нескромный вопрос, а у вас дети есть? Нет. Пока нет. Понимаю, карьера. Всю жизнь восхищалась деловыми женщинами. Ну, я не могу назвать себя деловой женщиной. И знаете, дело не в карьере. А сколько лет вашим детям? Мариша восемь, Никите пять. А вот они, кстати, идут. Еле нашел, не хотели уходить. Привет. Привет, привет. Смотри, там жонглируют огнем. Настоящим огнем, представляешь? Пошли, мам. Как же я люблю эту маму. Извините нас, Свет, пожалуйста. Нам нужно к жонглёрам. Конечно. Рада знакомству. Взаимно. Ну что, успел залезать раны после вчерашнего проигрыша? В смысле? Вчера был просто немой день. А сегодня? А чё сегодня? Ну, готов отыграться? А чё, есть где? Чувак, ну тут же полно толстосумов, которые уверены, что не шарят в покере. Пойдём покажу тебе игровой зал для избранных. А знаешь, пойду. Сегодня точно мой день. Ты всегда так говоришь. Ох ты какая принцесса, а? Кажется, мы не знакомы. Слушай, так давай познакомимся. Будь моей королевой. Руки уберите. Подожди, подожди. Ты ж даже не знаешь, кто я. Я сейчас эту маску сниму. Ты ж сама на меня запрыгнешь. Хорошо, снимайте маску, мне будет удобнее влепить вам пощёчины. Слышишь, со мной так никто не разговаривает. Уберите руки. Понятно? Руки уберите. Да чего ты? Уберите. Отстаньте от меня. Отойдите. Ну... Да стой. Мужик, ты чё? Мы просто общаемся. Пошёл вон. Бегом. Мужик, ты чё? Чек. Чек. Ещё десяточку. Я пас. Открывайте карты. Фулл хаус. Да ну что, что? Ещё партию. Я бы сыграл, если ставки будут повышаться. Легко говорить. Сам с десятка пришёл, 300 штук поднял. А ты учись, пока я жив. Легко, я на сегодня пас. Я же меню, вы бывшего игрока, а никто не возражает. Конечно, никто не возражает. А кто это у нас, паяц? Только, уважаемые, маскарад там. Здесь, за покерным столом, анонимных игроков не бывает. Согласен. Тридцать тысяч. Тридцать тысяч. Ваше слово. Босс. Поддерживаю. Ваше слово. Пол-ин. Отвечаю. Открывайте карты, пожалуйста. Коре против Роял Флэша. Роял Флэш победил. В какой черт? Играем ещё. Спокойно, Лёш. Ты только что 300 штук проиграл. Играем ещё. Ты, я. По правилам играем только тем, что на столе. У вас ноль. Отложишь? Не, пустой. Отложите кто-нибудь. Ну? Не проблема. Я одолжу. 300 тысяч. Какова гарантия возврата долга? Ставлю свою фармкомпанию. Насколько мне известно, фирма принадлежит не вам, а вашей жене. Так доставлю жену. Слушай, это уже слишком. Оригинальная ставка. Никита! Ну что, ты совершил. Всё хорошо? Не завершил? Никита! Спасибо вам огромное. Я видел, где рождается огонь. Дурачок ты мой. Пугал. Ваше слово? В тёмную. All in. Отвечаю. Открывайте карты, пожалуйста. Флэш. Раздавай заново. Лёша, успокойся. Раздавай заново. Ты ему подыгрываешь. С ума не сходи. У вас 12 часов на возврат долга. Какой долг? Партии не было. Была. По правилам каждый игрок должен защищать свою руку. Вы что здесь в сговоре? Пошли вон. Я не буду возвращать никакие деньги. Вообще-то мы играли на вашу жену. Только попробуй к ней приблизиться. Понял? У тебя 12 часов. Свет, нам пора. Лёш, что случилось? И где ты так долго был? Я плохо себя чувствую. Простите, нам пора? До свидания. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. Спасибо за приятный вечер. Перестань. У меня и так голова раскалывается. Нет, Лёш, я не хотела туда ехать. Ты меня уговорил. А потом и сейчас почти на час. Где ты был? Извини. Зато видишь, как получилось. Мы теперь раньше дома и можем вместе поужинать и поговорить, как ты хотела. Нет, я устала и хочу лечь. Подожди. Ты же помнишь моё правило? Никогда не ложись спать, не помирившись с женой. Ладно, я не сержусь. Но, пожалуйста, так больше никогда не делай. Обещаю. Пойдём спать. Ты иди, а я ещё чуть поработаю. Лёш, сейчас? Да, да. Мне нужно в срочном порядке отправить несколько писем. Давай, давай. Скоро приду. Лёша. Лёша. Лёш. Алло. Лёша, ты где? Ты что, не ложился спать? Я просто проснулся, когда ты ещё спала. Со мной всё нормально, я в офис еду. В офис? В семь утра? Люблю тебя, пока. Алло, Саш, дружище, привет. Ты как? Нормально. Слушай, дело есть. Чё там? Отдолжи 300 тысяч. Ты что, совсем офонарел? Саш, ну, дорогой, я помню, помню, что я должен тебе 50 тысяч. Я верну, верну всё с процентами. Отвечай. Чёрт! Что? Алло, да это не тебе. Сань, так чё, мне на тебя рассчитывать? Дружище, спасай. 300 штук до понедельника. А я тебе что говорил? Не играй. Ну, ты же у нас никого не слушаешь. Сегодня мой день, сегодня мой день. Да у меня и нет таких денег. Сколько есть? Сейчас нисколько. Сколько? Как только появится, Лёш, я тебе обязательно одолжу. Ты же меня знаешь. Сука. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Заходите. Скажите, результаты анализов уже готовы? Я просто хочу рассказать мужу во всех подробностях. Светлана, мне очень жаль. Но... Жаль? Во о чём? Результаты ХГЧ не подтверждают беременность. Подождите, но... Но тест показал две полоски. Да, но... Дело в том, что... На фоне гормональной терапии, которую вы сейчас проходите, тесты нередко бывают ложноположительные. Вы что, не слышите? Две полоски. Ну, я не знаю, ну... Проверьте ещё раз. Ну, вдруг это ошибка? Ну, давайте мы сделаем УЗИ. Светлана, вы не беременны. Пока не беременны. Но динамика лечения положительная. У вас гормоны в порядке. Результаты анализов отличные. Вы в любой момент можете стать матерью. Вы мне это уже полгода говорите. А толку? Послушайте, я вас прекрасно понимаю. Я... Нет, вы не понимаете. Никто ничего не понимает. Господи, да мне каждую ночь снится, что ребёнок толкается у меня в животе. Я просыпаюсь... И ничего. Полтора года прошло, а болит всё так же. Дело в том, что выкидыш на позднем сроке – это всегда нелегко. Но вам пора прийти в себя, живите полной жизнью, встречайтесь с друзьями, занимайтесь хобби, работайте. Нет, спасибо. Спасибо, я уже поработала по 12 часов на седьмом месяце беременности. Перестаньте себя винить. Причина выкидыша неизвестна. Это могло случиться даже с неработающей женщиной, понимаете? Да, но случилось именно со мной. Господи, зачем я жила в этой лаборатории? Дышала этими опасными реактивами. Нет, нет, я сейчас всё понимаю, но о чём я думала тогда, я не знаю. Светлана, вы опять говорите о прошлом. А о чём мне ещё говорить? Если моё счастье осталось в прошлом. Нет, послезавтра не подходит. Завтра тоже не подходит. Деньги нужны прямо сегодня. Не получится? Ну и пока. Чёрт бы вас побрал. Станислав Сергеевич, хорошо, что вы пришли. Заходите, присаживайтесь. Чай, кофе? Нет, спасибо. Вы хотели о чём-то поговорить. Да, у меня очень срочно, очень важное дело. Нам нужно кое-кому сегодня на его счёт перевести 300 тысяч долларов. 300 тысяч долларов? Деньги не маленькие, надо посмотреть в остатках. А у вас же есть договор подписанный? Ну или счёт фактура с реквизитами? Чтобы мы могли нормально провести через бухгалтерию. Если бы у меня был подписан договор и счёт фактура с реквизитами, я бы справился без вас. Я вам пытаюсь объяснить. Это очень важное дело. Это надо для наших партнёров, которые испытывают временные финансовые трудности. Алексей Александрович, ну какие временные финансовые трудности? Послушайте. Одно дело, когда я для вас выводил небольшие суммы, но другое дело, знаете ли... Я вам говорю, что это не для меня. Это для наших партнёров. И Светлана Викторовна в курсе. Ну хорошо. Но я всё равно не могу куда-то перечислить 300 тысяч долларов без подтверждения целевого назначения денег. Но это очень срочно, очень важно. Простите, но нет. Нет? Нет. Станислав Сергеевич, вы здесь финансовый директор. А я тот человек, который принимает ключевые решения. Алексей Александрович, здесь генеральный директор, ваша жена. Это вы сейчас на что намекаете? Я не намекаю. Я прямым текстом говорю. Отправлю деньги, если период одобрит Светлана Викторовна. Я вам сказал, что Светлана Викторовна в курсе. Вот и отлично. Значит, ждём от неё подтверждение. Давай вот эту сумку. Хорошо. Добрый день. Светочка, здравствуйте. Я пришла вернуть платье. Что-то не так? Нет, нет. Платье прекрасное. Спасибо. Погодите. У нас сегодня фотосессия для рекламного буклета. У меня к вам будет просьба. Я наблюдала за вами во время примерки. Я хочу вам сказать, что это платье, оно действительно, действительно ваше. Ну, мне кажется, что такое платье всем к лицу. Неправда. Дело не в платье. Дело в вас. Ну, вернее, в сочетании. Вас и платье. Можно вас сфотографировать? Я же не модель, и настроение сегодня не самое подходящее. Вы знаете, фотосессия с профессионалом, а Семён у нас стопроцентный профессионал, улучшит ваше настроение. Ну? Умеете вы уговорить? Пойдёмте. Вот отчёт, о котором ты просил. В двух вариантах. Максимально подробно, вплоть до использования реактивов. И упрощённо. Если вдруг юристы Боголепова не захотят вдаваться в детали. Так, какой вариант им нужен? Я не знаю, я не юрист. Быть может, нам зайти немного позже? Когда ты будешь готов воспринимать информацию? Я сейчас готов воспринимать информацию. Если ты не знаешь, как составить отчёт, не надо из меня делать дурака. Я могу подготовить отчёт. Просто мне нужны внятные и конгруентные вводные. Конгруентные? Вводные? Ты более пафосного выражения не мог найти? Я позвоню юристам Боголепова. Запрошу вводные у них. Илья! Позаботься, чтобы они были конгруентными. Всем спасибо. На сегодня совещание окончено. Да. Когда мне ждать свой выигрыш? На кой чёрт ты мне звонишь? Я спросил, когда. Я не буду возвращать тебе никаких денег. Это твои последние слова. Я тебе ничего не должен. Забудь! Ну что ж, ты сделал свой выбор. Ой, красиво так. Да, Витечка больше к солнышку. Молодец. Очень хорошо. А вы зря говорили, что не модель. Вы очень красивая и фотогеничная. У меня в последний раз фотосессия была на свадьбе. И то мы так спешили. А теперь я получаю удовольствие. Простите, пожалуйста. Ничего, я на секундочку. Алло? Ты дома? Нет. Срочно едь домой и ни с кем не разговаривай. Принято. Работаем. Лёш, ты можешь нормально объяснить, что происходит? Света, я дома, всё объяснил. Вызывай такси. Прямо сейчас. И едь домой, слышишь меня? Свет, ты слышишь меня? А ты помоги, Свет! Помогите! Алло! Свет, ты меня слышишь? Алло! Алло! Вы кто? Я фотограф. Где моя жена? Я отошёл на минуту, а она исчезла. Что ты с ней сделал? Когда вернёшь мои деньги? У меня нет таких денег. Если обратишься в полицию, ты их больше не увидишь. Я это же заarchёт. Вот это отличное. А я до коноцкого комму outlets. Свет, тыурики! Куда вы меня ведете? Не трогайте меня! Не трогайте меня! Стой! Вы? Вчера вы меня спасли, а вы ее сегодня похитили? Леша, привет! Мы тебя сегодня не ждали. Мой ножкой бьется. Папу отведите. Потрогай. Что-то случилось? Свету похитили. Папу отведите. Папу отведите. Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok